Всем привет! Это программа Точка.ру. С вами Юлия Чернеева. И сегодня я вновь расскажу о том, чем жила Всемирная Сеть всю минувшую неделю. Загружаемся! Сегодня в программе «Все бегут и я бегу» – первый самарский марафон на ваших фото. Путешествующие видеоблогеры добрались до усадьбы Самариных. Сказочный дворик обнаружили в Приволжском микрорайоне. Тем временем Facebook обновился, а у одноклассников появилось настроение. А также Яндекс снял мультик про Петра Первого. А житель Астаны сделал предложение своей девушке с помощью Google Card. Все это и многое другое прямо сейчас. «Все бегут и я бегу» – первый самарский марафон собрал свыше полутора тысяч человек, желающих пробежаться на свежем воздухе. Самому маленькому участнику – 5 лет, ну а самому солидному – 78. Довольные и радостные самарцы не уставали не только бежать и улыбаться камерам, но и выкладывать свои фотографии в социальные сети. Записей с хэштегами «Самарский марафон» и «Первый самарский марафон» – в сетях около тысячи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Есть в Приволжском микрорайоне улица Зои Космодемьянской и есть там дом номер 18. Вот во дворе этого дома есть свой сказочный уголок. Так начинается запись самарского блогера Алексея Перезнатного, который он разместил в ЖЖ-сообществе Самара.ру. Понятно, что подобные инсталляции могут либо нравиться, либо нет, но практически всегда вызывают интерес и желание рассмотреть внимательнее. Но вот читатели блога высказались в комментариях к посту весьма неподоброму, ну на что, собственно, имеют право. Таких двориков в Самаре предостаточно и всегда найдутся те, кто захочет это уничтожить. Но все равно как-то веет спокойствием от них, что ли. И почему-то кажется, что на такие подделки способны те, у кого в детстве не было красивых игрушек, а теперь их жалко выбросить. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Совсем скоро, 1 сентября, день трогательный и волнительный. Телеканал Самара ГИС предлагает вам вспомнить школьные годы чудесные. Свою первоучительницу, первую линейку или соседку по парте. И не важно, когда было то самое, 1 сентября, в прошлом году или 20 лет назад. Присылайте свои фото и короткий рассказ «Мое 1 сентября» до 25 августа. Итоги подведем здесь, в новом семейном парке развлечений. Все подробности ищите на сайте samaragis.ru Программисты и дизайнеры Facebook постоянно размышляют, как бы сделать новостную ленту более удобной и наглядной. И постепенно соцсеть становится все более эргономичной. Если вы обновили свое мобильное приложение Facebook на Android, то уже могли заметить разницу. Прежде всего, изменилось оформление обсуждений. Легко можно увидеть, какие комментарии являются прямыми ответами одних людей другим. Также улучшилась читаемость текстов. Разработчики постарались сделать тексты контрастнее, чтобы повысить простоту их восприятия. Размер шрифта предварительного просмотра ссылок стал больше, что также упрощает чтение. Отметки «Нравиться», «Комментировать» и «Поделиться» стали больше, так что их теперь тоже проще нажимать. Наконец, изображения профиля людей стали круглыми вместо квадратных. В «Одноклассниках» появился сервис «Настроение». Новинка дает возможность менять цвет фона профиля, добавлять в него текст. Также можно сообщать о самочувствии, например, что человек скучает, счастлив. Или у него сегодня какой-либо праздник. Сервис «Настроение» стал очень популярным среди пользователей соцсети. Всего за сутки более 30 тысяч людей смогли воспользоваться новинкой. В будущем приложение будет доступно на платформах Android и iOS. Яндекс за 4 минуты рассказал о достижениях Петра I. Компания выпустила ролик в 320-летие посещения императором Европы. В мультфильме говорится о том, что изменилось в России после поездки Петра I в Голландию 19 августа 1697 года. Древняя Москва не годится в столице морской европейской державы. Петр уже присмотрел прекрасное болото в дельте Невы, где хорошо смотрелось бы окно в Европу. Застучали топоры, и через несколько лет появляется новая столица – Санкт-Петербург. В честь победы в Северной войне Сенат и Сенот преподносят царю титул императора Всероссийского. И Петр его благосклонно принимает. С того дня, как Петр впервые взмахнул топором на верфи в Голландии, прошло 24 года. Московское царство превратилось в Российскую империю. Новенький корабль спущен со стапелей. Куда он поплывет? Это уже совсем другая история. Самарские блогеры-путешественники Игорь, Артем и Михаил не сидят на месте и вновь отправились в путь. На этот раз ребята рассказали о своей поездке к заброшенной усадьбе Самаринах в Приволжье. По дороге к местным назначениям мы решили, почему бы не свернуть и не погулять по полю. Ведь это так очевидно. Мы же снимаем красоты земли русской. А где их снимать, как не в полях? Только мы с конем по полю идем. Только мы с конем по полю идем. Вот мы и приехали в место нашего назначения. Это усадьба Самаринах. Некогда площадь этой усадьбы составляла порядка 1,3 гектара. В годах 60-х из-за затопления Кубышевского водохранилища половину, даже большую часть всей этой усадьбы снесли. Но затопление так и не произошло. Поэтому все, что осталось, мы сегодня вам покажем. Ребята пообещали своим подписчикам не просто ролики о путешествиях, а целые мини-фильмы с сюжетом и интригой. Житель Астаны сделал предложение девушке, оставив послание на Google Maps. Он пробежал по городу около 15 километров и оставил на карте послание «Выходи за меня». Мужчина использовал мобильное приложение и отслеживал передвижение с помощью GPS. По словам автора, сложнее всего было найти улицу в Астане, чтобы уместить три слова и не упереться в здание. На предложение девушка ответила согласием. На сегодня все. И помните, друзья, главное, чтобы интернет приближал вас к миру, но не отдалял от жизни. Мы всегда рады вашим лайкам, комментариям и репостам. Подписывайтесь на наши странички в социальных сетях. Интересные фото, актуальные новости и телевизионная кухня. Итак, наш сайт, твиттер, инстаграм, группа ВКонтакте, фейсбук и канал на ютубе. Кстати, у нас там уже почти 14 миллионов просмотров. Смотрите и вы нас через приложение на своих смартфонах и планшетах. Присылайте свои новости в наши группы. Всем лайк. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok